итак собирается этот гай мы начинаем играть кайзеррайх за до китая за колониальная правительство германии в ост-азии мы тут жемчужина востока мы правим всеми этими морями британия передал нам здесь свои территории французы передали свои территории в итоге получился вот такой вот еле живой индо китай еще частично не переведенными идеями но это ладно в общем то мы просто набор их территорий и смотрите в чем у нас проблема нашей страны у нас здесь население коренного нету настолько сингапур считается национальным остальное это наших колонии и идея нашего прохождения быть верным счетом германии в как раз таки азии обычно мы так не играем обычным играем за какие-то основные страны но я подумал почему бы не разнообразить это не поиграть за второстепенную страну роль который как раз таки щит просто свои державы бы нет тем более что здесь у нас будет и тебе полная автономия так что поехали а вы если вдруг что не подписаны ребят обязательно подписывайтесь пошли по фокусам начинаем просто статуса адмиралтейства и у нас здесь будет интересный выбор когда начнется тот самый кризис черный понедельник у нас есть выбор финансовая строгость и продерживаться так сказать такой немецкой позиции здесь колониальной позиции готовится защищать это все получим немножко промышленности и в общем-то ничего такого либо сотрудничать с местной знать и то есть как бы больше адаптироваться к ситуации и удается имя территориями чуть больше как своими и договариваться с местными и я думаю пойдем по именно этому пути потому что здесь есть очень важный баф это русские ресурсы на не национальных провинциях 3 процента это немного учитывая что у нас практически все территории будут не национальными это на самом деле много для нас пока что не получим такой промышленности как здесь хотя ну четыре фабрики не слишком сильно но мы будем готовы хотя слушать и мы все равно получим промышленно не так что это и слабо в случае здесь пойдем сюда а дальше посмотрим из территории но здесь в основном джунгли как вы можете видеть и будут всегда почти джунгли так что мы можем делать скорее всего двадцатки как нашу скажем так базу все армию переводим потому что позже у нас скорее всего будет восстание вроде вы нельзя избежать но посмотрим у нас есть неплохие морпехи достаточно обученные но не слишком большая дивизия маловатая поэтому потеряет они конечно к сожалению опыт на ничего и да я думаю мы будем основывать нашу в принципе доктрину на морпехах по большей части плюс эти армии как гарнизоны и регулярная армия для у нас будут наземные битвы тоже но встану надо будет воевать на море и на выставках а те мы можем еще запрашивать людей оружие и можем получать подчинение минус сопротивление видимо приятно а это в вот этих вот территориях если мы вдруг захватим и начинается убийство керенского наше влияние в китае растет не менее мысли говоря сможем бороться за влияние в городах концессия и наверное нам стоит за них побороться и в принципе потом по моему в китае тоже у нас нечто такое будет давить и мы сможем отсюда покупать туда подешевле а возможно подобные промышленность получим так что да мы также немецкий ключик всей азии основном китаю а россии началась еще одна гражданская война в любом случае черный поделик наступает во время как говорится так что сейчас придется с ним как-то бороться и появляется у нас колониальный беспорядок тот самый которым потом убирать это стабильность поддержку и на нас просто пропали и лица на риск хочу стремительно падать по всей колонии в общем то начинается проблема в рабочей до китая можем помочь мало и мы не можем помочь ведь там и там увы ну давайте поможем мало и наверное просто держим либо наших друзей в китае конечно конечно поддержим траток баллада и возвращаться в китай а пожаловать да мы можем тратить 4 добровольцев тоже значит мы их отправим если морпехов увы от плети не буду потому что они слишком тонкие прежде фронта так что правим обычную пехоту и германский бизнес берут из для имейте вера действительно мы там стабилизируем а пока управляем вашу авиацию ладно вот здесь так много можно отправить говорится что-то точно доедет и наши пехота главное чтобы ехала с ними думаю мы продержимся японцы передают гарнизоны но ничего мы отправимся дополнительные и стабили свин до китая да мы то знаем что произойдет а мы получили дополнительное финансирование от германии видимо приятно особенно как будто не имеет строка действия хотя наверное имеет это вообще шикарно даже если время это все равно приятно и привлеки европейцам они хотят только строгую кастовую систему есть способ мира нет мы хотим остаться надолго мы будем строить здесь справедливую честную систему будем сотрудничать местными людьми все мы хотим здесь прижаться на долг и сказал и анти консессионисты атакуют немецкие активы да мы должны считаю нужно показать что у нас нельзя будет адреля возвращается благополучно прекрасно разберутся эти ребята разберутся и все наша пехота без особых проблем акции тассы националистов ужас ужас наша пехота помогает агитимному правительству подавить мятеж прекрасно первая первая мятежная группа подавлена нужно расправиться со следующей из-за выставки на плантациях нужно договориться нужно чтобы все было честно опять таки мы хотим здесь долго находиться они просто эксплуатировать местные территории и вот мы кстати говоря окружили здесь еще две дивизии до восстание попадаем все и как голосовать насчет помощи габ посмотрим как все пойдет финансовая помощь концессиям ну нам нужно максимально стараться сохранить наше влияние в китае очевидно давайте поможем голосованию не знаю вряд ли это может но отправить дополнительные войска так на всякий случай голосование проходит это понимаю а позитивное для нас голосование и смотрите гарнизоны в лизе грин с китаями те же делали против колониальных чиновников и версанты еще но наши агенты смогли и сорвать их план наши силы чтобы сократить брандитов либо во всем это китай военное положение я считаю на сконцентрировать силы я не знаю что есть выбирать это выберем душой реформы бао дая первый шаг административная реформа оживить нашу бюрократическую систему уменьшит нашу власть но они смогут управлять своей стороной я считаю праведливым вот еще смотрите-ка андуинская клика напала в туза очень нагло но ничего мы вроде справляемся зарядка не хочет получить больше власть балдай хочет создать имперскую полицию чтобы подавить их защиту же не супер надежно не супер спокойно но ладно давайте посмотрим что это выйдет я не знаю если кто же никому на бен день и резкая эскалация крестьянского движения сначала я хотели положить конец труду кормы в основном правы и стрелять административное здание возможно мы сможем договориться но я думаю попробовать договориться там можно здесь очень странная фокус чай питер с королем сиса вангом это 35 дней получить 15 политки ну потому что вы потратите 35 политки на этот фокус защит как какая-то лоховская брать мы это не будем и минерская восстание подавлено остается лишь на севере справиться и смотрите-ка не получилось увы вы чертов выйдет конг ничего шандунити добьет сами чертов вид конг ничего мы справились справимся и не с таким справлялись так этого генерала сюда ведь нельзя не успеет он ромеля вообще надо бы прокачать какого-то генерала с нуля вот к примеру вот этого это как то что нам надо а вот этого сделать бы фельдом поподжиг но тоже пока что у нас что тут пусть что тот будет долго идти ладно пускай это долго идет кем и готовы меняем приказ на гарнизон и ставим приказ фронта стараемся подавить это восстание как можно быстрее как правило населиться что движется либо пройти эти отличия ну слушайте мы будем по крайней мере пытаться мы опять-таки краем за так сказать хорошего папа хорошего политического поэтому пробуем пробуем показать что мы можем жить вместе в мире решение балдая смотрите-ка и напала беспорядки и повода и предложили решение ударить будет генерал смотрим мы справимся с этим сами мне кажется балдая немножко немножко это слишком уверенно почувствовал и китай будет подавлен больно и несколько дней германский бизнес возвращаться в китае а мы здесь немножечко не ожидаю то что я сейчас быстрится кучу вингтонговцев но это кардинально не имеет наши планы ой можно делать смотрите-ка начало морской блокады обстрел сайгона и морг коньку уменьшать силу повстанцев что это дает непонятно но надо будет нажимать прийти мы можем здесь выбрать помочь малому бизнесу либо помочь монополистам и монополисты нам быстрее когда панели к верту это оставит нам павчик даст поддержку вы не так что выбираем именно это в итоге фронт остается как-то вот так я отошел к позиции на которых умеетесь снабжение было главная задача потому что без снабжения дальше пробиваться не очень ну и сейчас будем придумывать как добить это все чудо уже не ребята вы скида были потеряны самое главное что стоит примете у них один военный завод а у меня три это конечно делает разницу горе строю завода не там эти стоило бы ну что моя столица то здесь вот и именно здесь у меня есть процентов военно заводов а здесь и получу лишь часть сейчас сделаем парочку классических зажимов я думаю после вот этих таких вот вайпов у нас принципе все восстановится и станет нормально и мне действительно нужно стать поэтому давайте пойдем вот сюда за сталью надо заберем фабрики герман и индокитайское примирение у нас произойдет железные дороги инфраструктуру в общем разобьем регион нормально и да произошло ровно как я и думал же мы здесь четыре дивизии это как раз то что нам и нужно было кроме того у нас здесь они нажали форсируем атаку что позволит нам сейчас здесь просто безумно сильно прорезить их ряды а это опять таки именно то что нам и надо высказано все таки сделаем в сайгун я думал сюда чтобы фронт расширить но нет будем делать в сайгун вергается вулкан у нас тем временем это неприятно однозначно но концептуально без разницы самое главное что что мы вышли на позиции на которых там удобно стоять кстати говоря они форсированы так умножали значит что пора и самину тоже атаковать и заставить их потерять побольше людей у нас тут идет военное истощение и потихоньку не скончаются винтовки в америке тем временем начинать с утра и гражданская война но нас это очень мало интересует он и по-другому сайгун и генерал уж прокачался уже очень прям сильно 5 левел это очень приятно мы в теории можем сделать его фельдом тоже и сделать ему атаку специалиста и он разки станет потом нашим здесь бафом на атаку потому что защита объясненно говоря не самый интересный по и начинаем атаку на сайгун здесь скажешь наш управлению войск не очень хватает припасов но мы поддерживаем их также с моря поддерживаем их также флотом в общем шансы есть хотя и допись на грято кейси вся проблема конечно же с этой войной в том что снабжение далеко и они маленькие к сожалению япония объявляет о своих амбициях и это конечно тревожно но нам нечем тревожиться наш флот защитит нас от любой угрозы о немецкая застанется представителем моддата действительно очень удачно я думаю мы сможем да сможем все-таки здесь победить и забрать себе контроль над тайскими концессиями и так стали мы получили давайте получим ячейку исследований ну что исследование нам тоже очень не хватает и продолжаем просто потихонечку развиваться а вот и приспособленец как нельзя кстати взяли мы первую провинцию здесь возьмем вторую а смотрите они еще относительно удачно для нас вот сюда ненадолго сейчас продолжим дальше двигаться не очень нас есть припасов но таковы условия этой войны давайте еще восстановим доска германское сотрудничество я понятия не имею что это сделать но надеюсь что-то полезное я думаю это она наконец наконец наши усилия вроде как будут вознаграждены у нас из-за территории здесь безуместности снизированные дебафы и пасов нету но артиллерия наша корабельная помогает гражданской войны в италии плевать здесь своя война которую надо выиграть и которую мы вот-вот выиграем просто выжигаем все нашими пошли резким снарядами и она закончилась но практически здесь осталось добить чуть-чуть войска но у нас здесь будет раз припасы припасами то любой справиться нам пора делать по родам конечно флот развивать нас тут осталось еще немножко бафов военных военных промышленности давайте наверно возьмемся инфраструктуру хотя и страна другой стороны у нас сейчас латы закончатся нам промышленность разве они развиваем ничего сейчас строить будет что нет идем во флот уверенно только армию кое-как получили получим еще вернем территории развеем ресурсы и от германии будем если что дополнительно до закупать и да нам нужен очень хороший флот ведь наш соперник япония который точно придет с флотом но мы будем готовы а еще я доделываю дивизию как мы ее хотим видеть примерно так они нас будут выглядеть это все ради того чтобы они получали опыт с новыми скажем так клычками мы и постисняемся распустим просто лишний вот там чтобы пополнение произошли и нам будет не хватит только артиллерии и дубки что было ожидаемо но этим ничего поделать не можем потихоньку мы просто заполнять можно попробовать запросить линдис кстати говоря и нам не дадут нам его дадут так что я не против реально его попасть и ну он не сильно большой но приятно здесь у нас есть варианты построить один рулый рулый получается линкор по 2 линейных рейсера либо построить один авианосис но авианосов у нас так будет хватать так что пойдем вот сюда здесь просто скидочек на доктрину а здесь я не одинаково окей так что да идем сюда 2 линейных рейсера то что нам надо этому ну и начинаем финальную стадию операции есть также получаем который над морем минимальными топливными усилиями скажем так отправляем вон туда высказку бы во первых заблокируем здесь от леса вторых оккупировать побыстрее и вот индокитай капитулировал достаточно долго но не слишком вас еще будет время теперь восстановиться скажем так и германо-индо китайское примирение получаемое подчинение с минус сопротивления на политку маке это того я думаю стоит хоть и конечно дорого победами на китае ура товарищи плюс все 20 политки могли бы стабильность хотя бы немножко накинуть в поддержку войны больше политкин как как-то мало но ладно что нам это ответить ничего пози у нас можно получить алюминий и да я это сделаю потому что с алюминия как раз не хватало отлично и вот что мы получили йохан якоб класс и это выглядит ну не сильно круто хотя он это это пойдет это пойдет ну что давайте на этом и подзавершим нашу первую серию мы успешно победили восстание мы потихоньку начинаем строить какую-то нашу экономику становиться таким неким действительно государством они просто гарнизоном и наша армия очень очень теперь обучена войне и в джунглях и просто опыта у нас теперь хватает остается лично брать опыта флота потренировать его достроить и мы будем готовы это представляете защищать германию в азии с вами был топ гайм обязательно подписывайтесь если вы не подписаны лайк комментарии триджи скорость и все как обычно и до скорых встреч всем пока